Это первая экспозиция художника в Европе, несмотря на то, что его картины разошлись по странам миром в частной коллекции. Одна из работ хранится даже у экс-главы Генеральной Ассамблеи ООН Хавьера Переса де Куильяра. Работы, представленные Александром Николенко в галерее Happy Art Museum, новинки, а силы им полгода. Кисть и тушь, иногда перо. Графический аскетизм под названием «Футуру». Само название выставки «Футуру» предполагает, что это как-то связано с будущим. Но для того, чтобы в это будущее смотреть с большей уверенностью и понимать, что там возможно будет, я считаю, в этом может помочь моя графика. То есть она позволяет человеку как-то отстраниться от этой суеты, может быть, медитировать, может быть, размышлять. Чем бы Александр ни занимался, всегда обгонял время. В конце 80-х уроженец Лепаев, который он прожил-то всего первые полгода своей жизни, стал научным сотрудником Института мозга в Петербурге. Изучал новые методы диагностики в нейрофизиологии, наречайшем в то время компьютерном оборудовании с трехмерным изображением. А потом увлекся компьютерной графикой. Несколько лет иллюстрировал журнал «Мир Интернет», пока русский музей не пригласил Александра возглавить их отдел электронных технологий. На трехсотлетие Петербурга появился невиданный тогда проект виртуального музея. Идею подсказала нейрофизиология и знания особенностей восприятия у современной молодежи. Неумение задерживать внимание на объекте дольше 15 секунд. Мы сделали такой виртуальный зал Поленова, где было две картины Поленова. В одну картину можно было войти, побродить там и выйти из другой. То есть это бабушкин сад, в нее выходили. Из московского дворика Поленовского знаменитого мы выходили. Задача была такая, чтобы раскрыть некую внутреннюю сущность картины, показать какие-то интересные факты о ней, так, чтобы это внимание привлечь и показать несколько иначе. Со временем компьютерная графика трансформировалась у Александра в графику на бумаге. Затем черно-белые рисунки стали приобретать цвет. К туши добавилась пастель, а сейчас художник пробует писать и маслом. Возник какой-то микс между живописью и графикой. Мне было интересно проверить, чего можно добиться с помощью достаточно скромных и аскетичных, выразительных инструментов графики. Как можно приблизиться к тому, что получается в живописи. Несколько картин были специально написаны для Рижской галереи. Выставка Александра Николенко пробудет в Рижском Happy Art Museum до 15 мая. Для художника важно проверить правильность своих мыслей, показав работы зрителям. Ну а те, созерцая их, может задумываться о чем-то важном, что может изменить их будущее. Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.